Всем привет, друзья! И чтобы вы поняли, как у нас на ютубе бывает, первый дисклеймер для проверяющего на ютубе. Так называемый специалист, обращаюсь к вам. Черные в игре Metro Last Light это название мутантов, официальное имя персонажей игры, мутантов вселенной игры. Это черные. Имя черные никак не относится к людям. Это прямое имя мутантов из игры. Ролик не призван кого-либо оскорбить и никого не дискредитирует. Я лишь говорю про игру и ее персонажей. А теперь второй дисклеймер для людей, которые думают, что этим роликом я пытаюсь оскорбить легендарную вселенную Metro и ее шикарную часть Metro Last Light. Просто интересно разобрать хорошую игру на грехи и ляпы. Что ж, сама игра является продолжением Metro 2033 после плохой концовки, где Артем уничтожил всех черных мутантов. События Metro Last Light рассказывают в основном о противостоянии коммунистов, нацистов, ганзы, ордена и так далее. Суть конфликта это бункер D6, который был найден с партой в первой части игры, и в котором, как все думают, спрятаны большие запасы продовольствия. А потом, как выясняется, ничего этого нет. Есть только опаснейшее химическое оружие. Ну и помимо всего этого, самую важную роль в сюжете на себя берет маленький черный. Единственный, кто выжил после ракетного удара по логову этих мутантов. Metro Last Light практически никак не связано с книжной историей Metro 2034. В отличие от Metro 2033, на которую я ранее делал грехообзор. И я советую вам обязательно посмотреть этот ролик, так как там я рассказываю об основных грехах самой вселенной Metro. И еще пару слов о Last Light. В игре, как по мне, стало гораздо больше всяческих диалогов NPC. Стала сильнее атмосфера, погружение. И порой, чтобы прочувствовать все это в полной мере, хорошо бы иметь неплохие девайсы. Типа наушников, монитора и так далее. Конечно же, для того, чтобы что-то приобрести, стоит зайти на Е-каталог. Там с выбором покупки никогда никаких проблем не возникает. Выбираешь все интересующее, сравниваешь между собой и выбираешь для себя подходящее. А чтобы не гадать, где купить выбранный товар, все там же на Е-каталоге можно сравнить и магазины по цене и дальности от вас. Ну а для полного удобства, как говорится, не отходя от кассы, можно посмотреть видеообзоры и отзывы, чтобы не рыться по всему интернету. В общем, кому нужно проапгрейдить свой ПК или девайсы к нему, то ссылочка на Е-каталог, как всегда, будет в описании. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Тут секретный объект, Хан, и тебе тут быть не положено. Так если Хану нельзя здесь быть, как он вообще сюда попал и через целый кордон охраны? Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Я, конечно, понимаю, это все введение игрока в курс дела, но когда вспоминаешь, за кого мы играем, то звучит это глуповато. Ааа, запитульки пропустили. Бывает. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Молодец, справился. Самое сложное задание в истории видеоигр. Как известно, в метро существует так называемое Метро 2. Это секретные туннели, недоступные обычным гражданам. Эти самые туннели расположены на глубине от 50 до 250 метров. Здесь же мы прямо из туннеля Метро 2 поднимаемся совсем невысоко и уже находим выход на поверхность. Хотя поднялись мы всего на метров 15. Было бы Метро 2 на самом деле на такой глубине, его мог бы найти вообще любой. Ну, пожалуй, соглашусь. Поверхность. Надевай противогаз. А что же это тогда мы тут так спокойно дышим? До поверхности всего несколько метров и она ничем не закрыта. Воздух здесь должен быть ядовитый. Центральный павильон ВДНХ, который мы видим на заднем плане, в игре показан в два раза больше, чем он есть в реальной жизни. К слову, данную миссию в одном из дополнений можно пройти за Анну. Ей, конечно, переделали всю озвучку под ее действия, но забыли сделать это с оглушением врагов. В итоге Анна вырубает противников с кряхтением Артема. Ну, разве что там. Вроде арка... Так, вроде все почистили. Ты цел? Эй, ты цел там? Как в Метро 2033, я и здесь докопаюсь до полной молчаливости протагониста. Когда это не особо заметно, тогда пофигу. Но когда к герою напрямую обращаются и даже переспрашивают, а он строит из себя немого, тут уж сдержаться не могу. Ну и ляп, который присутствует в редакс-версии. Артем накручивает на противогаз новый фильтр поверх старого. Либо постановка сцены глупая, либо черные мутанты просто идиоты. Потому что, смотрите, ракеты падают прямо на улей. Все мутанты стоят в одной точке, а маленький черный за метров 50 от них. И ему удалось выжить. Учитывая возможности черных, а именно невероятно быстро перемещаться, если бы они не тупили, глядя на ракеты, а просто побежали в разные стороны, то все выжили бы. Повторюсь, аргументом служит маленький черный, который был крайне недалеко и смог спастись. Но нет, спасение бегством для лохов нужно пялиться на ракеты. А цепенел? Как-то антилопа в свете фар. Как мы видим, фашисты прибыли на место и схватили Артема вместе с маленьким черным, который вполне невредим и находится в сознании. Вопрос, что мешает маленькому мутанту точно так же вырубить фашистов, как он ранее вырубил Артема? Или у маленьких черных существует запас маны, который не позволяет кастовать имбовые способности без остановки? Ласка магия черного. Если честно, я не до конца понимаю, что здесь вообще забыли фашисты, если их база находится аж на Чеховской, что от ВДНХ очень далеко. Да, многие из вас скажут, скорее всего фашисты искали вход в Д6, и поэтому рандомно бродили по разным местам. Но блин, искать вход в Д6 в какой-то жопе и в уже как год уничтоженном улье черных мутантов, это что-то крайне странное затея. Вопрос простой. Какое задание выполняли в Ботаническом саду? А правда, какое задание выполняли красные в Ботаническом саду? А все просто. Красные так же, как и фашисты, искали вход в Д6. И что это получается? Фашисты, которые искали бункер и абсолютно не зная точного местонахождения, встретили Артема, который только-только вылез наружу в поисках черного, а также встретили разведку красных, которые также рандомно бродили по Москве и искали вход в бункер, не зная где он. Либо это самое величайшее совпадение века, либо Москва это маленькая деревушка. Серьезно, как по мне, глупо было продвигать весь сюжет просто о рандомной встрече трех подразделений. Артем зажал фашисту только шею, и почему фашист просто не застрелит Павла? Рука ведь свободна, но нет, тупо палить воздух из пистолета куда эффективнее. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота друг диверсанта. Темнота друг диверсанта, может быть, но она точно не является плащом-невидимкой. Ведь на протяжении всего сюжета противники не будут нас видеть практически в упор, если мы будем стоять даже в самой слабенькой тени. И это довольно большой геймплейный минус, ведь стелс по итогу становится не интересным, а просто ужасным. Второе, что хотел бы добавить насчет стелса, это его уровень важности. Если хочешь получить хорошую концовку, то придется всю игру стелсить и вырубать врагов. Ведь убивая их, ты приближаешь себя к плохой концовке. По итогу все прохождение тебе придется терпеть этот отвратительный стелс, о котором высказались, наверное, уже все. Как я считаю, нужно было дать возможность убивать врагов без порчи кармы. В ситуациях, когда враги реально плохие, типа ликвидаторов на Октябрьской. Или же перед какой-то миссией высвечивать надпись, мол, можете пройти мимо, а можете перебить всех. Сейчас ваше решение не повлияет на карму. Ну или сделать что-то подобное. Ведь интересный сюжет из-за желания получить хорошую концовку, портится плохим и вынужденным стелсовым геймплеем. Кстати, у моего друга Спектра недавно вышел ролик, где он проверяет, сколько минимум нужно убийств для прохождения метро Last Light. После видоса можете глянуть. Ну а я продолжаю. А ну-ка подсади! Да, Артем и сам допрыгнуть до лестницы может. Это единственная миссия в игре, где выкручивание лампочек сопровождается анимацией. Далее Артем выкручивает лампочки силой мыслей. Но если уж добавили анимацию, то пусть она будет на протяжении всей игры. А то странно как-то. Господин штурман-фюрер! Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Штурман-фюреру говорят, что перебили всю охрану и сбежали двое заключенных. То есть Павел и Артем. Это странное утверждение, ведь ранее мы освободили вообще всех заключенных из клеток. Почему тогда докладывают только о двух? Найти немедленно! Как бы? Сын! Молодец! Крайне глупо было со стороны Павла раскрывать нас всей толпе. Ведь штурман-фюрер вот только приказал нас найти. А мы спокойно могли смешаться с толпой или хотя бы постараться скрыться, не поднимая тревогу. Типичный пример дебила. Идешь смотреть? Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Фашисты говорили, что повешение будет каким-то интересным. Куда можно даже сына привезти посмотреть. А на деле это происходит в каком-то темном скрытном месте, где всего два человека. Что не помешает Артему спасти Павла. Как пишет Артем в своей заметке, в судный день успели спастись в метро аж 200 тысяч человек. А по сей день жива лишь четверть. В грехобзоре на метро 2033 я рассказывал, что и 40 тысяч человек не смогли бы прожить в метро так долго. А теперь выясняется, что изначально людей было вовсе 200 тысяч. Это поражает. И кстати, как сказано в заметке, сейчас жива лишь четверть. Но четверть от 200к это 50к. А в прошлой части говорилось, что сейчас в метро 40 тысяч. Значит не одна четвертая, а одна пятая. Сталинская высотка, а именно гостиница Украина, в реальности находится не у театральной площади, как показано здесь. У самолета 2013 года, как мы видим, квадратные иллюминаторы. Но их не делают уже с середины прошлого века. Видение в самолете это один из самых завораживающих моментов в игре. Заслуживает снятия греха. Но как бы ни была прекрасна сцена, ляпов в ней предостаточно. Начнем с того, что после электромагнитного импульса должна была отрубиться вообще вся электроника в самолете. Но у пилотов почему-то мигают лампочки и присутствует звуковое оповещение о низкой высоте. К слову о высоте, самолет упал почему-то слишком быстро. Ведь планируя, он должен был терять 1 километр высоты на каждые 10 километров полета без работающих двигателей. А если самолет уже был достаточно низко и уже заходил на посадку, то почему эта самая посадка происходит в центре города, если аэропорты в Москве расположены за городом? Подкрепляется это еще тем, что пилоты вызывают аэропорт Домодедова. Также обращение к диспетчерской звучит неправильно. Что за борт 767-15? Если это пассажирский самолет, то сначала должна озвучиваться авиакомпания, а уже потом номер рейса. Да и в целом поведение пилотов удивляет. То какой-то непонятный крен влево и чуть ли не в землю, то самая настоящая паника. В пилоты берут профессионалов, так что при внештатной ситуации пилоты должны были достать специальный чек-лист и воспроизвести точный план действий, а не кричать, паниковать и делать все, чтобы самолет гарантированно разбился и к тому же как можно раньше. Ну и последний грех данной сцены – это сама кабина пилота, которая нарисована неправильно. Сверху кабины есть управление винтовыми двигателями, а снизу по центру – реактивными. Грех в том, что у самолета не может быть и тех, и тех двигателей одновременно. Чтобы получить плюсик к карме, нужно посмотреть представление полностью, а это более 10 минут, и я уже готовился к худшему. Чем может удивить театр в шутере от первого лица? И здесь нам показали дрессированного мутанта. Я когда увидел, я реально удивился. Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Как было сказано, после допроса Артема должны были пристрелить, но ничего подобного далее не наблюдается. В видении вестибюль станции «Ботанический сад» не соответствует реальности. Следующая сцена – это апогей клишированных клише. А именно, главного героя спасает Леонид, который является сыном Москвина, начальника красных, и который не согласен с деятельностью отца. Далее Артем пробирается через вентиляцию, которая клиширована размером с человека, и которая пролегает аккурат рядом с кабинетом генсека, где проходит важный для сюжета разговор. Поразительно. И, кстати, сама сцена поставлена странно. Вот два главных антагониста. Убив их, Артем гарантированно спасет все метро от приближающейся страшнейшей угрозы красных. Как же убить антагонистов? Сейчас ведь Артем без оружия. Ответ прост. Проползти вперед, взять пушку, как Артем сделал далее, и залезть обратно в вентиляцию. Проползти снова несколько метров и застрелить обоих. Почему Артем не решился залезть в вентиляцию снова, я не имею понятия. К слову, в этой же сцене противники напрочь слепые. Артем задается вопросом в своей заметке. Почему Москвин, который старше Корбута по званию, выполняет его приказы как марионетка? Из сюжета далее мы узнаем, что Корбут держит Москвина в железных рукавицах. Благодаря информации, слив которую, все узнают, что Москвин убил своего брата, то есть прошлого генсека красных. И я не до конца понимаю, что мешает Москвину заткнуть кляпом рот Корбуту и моментально расстрелять, обвинив в измене. Поскольку Корбут, эта личность довольно темная и нам довольно мало про него известно, грех за этот момент я ставить не буду, так как в некоторых вещах я не уверен. Вдруг у Корбута есть какие-то последователи, которые знают всю инфу и так далее. Ничего не известно. Оставим все это просто вопросом, над которым можно подискутировать в комментариях. Ну а я продолжу. Мне удалось отправить весточку в орден, через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. А написать в этой весточке то, что красные готовятся к войне, и вообще всю связанную с этим информацию, Артем, видимо, не решился. Дурак, дурачок. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Если честно, порой система с прослушиванием диалогов для получения очков морали слишком уж навязана. Просто бывают ситуации, когда герою надо спешить. Как, допустим, сейчас, с беженцами, которым надо помочь. А мы сидим и слушаем рандомный диалог, чтобы карму подтянуть. Я понимаю, на обычных станциях или в каких-то несрочных и спокойных моментах. Но в подобных местах, как сейчас, я считаю, стоило бы убрать слишком уж длинные диалоги. Чтобы это не мешало сути повествования основного сюжета и не задерживало игрока просто так. Артем упоминает в заметке такой момент, как грунтовые воды. Еще в ролике по метро 2033 я говорил, что за 20 лет все метро затопило бы. И Артем говорит про насосы, которые работают круглосуточно. Нету в постапокалиптическом метро способов добыть столько электричества, сколько нужно для насосов, которые будут откачивать тысячи литров воды. Это сейчас у метро есть бункер D6, в котором имеется ядерный реактор. Но до обнаружения бункера ни у кого никакого реактора не было. Так что метро уже давным-давно должно быть затоплено. Далее заметка повеселее, ребят. Ролик по метро 2033 я делал до прохождения Ласт Лайта. И сейчас я нахожу заметку, которая практически дословно цитирует мои вопросы в том видосе. Очень забавно то, что разрабы и сам Глуховский решили добавить самоиронии. Ведь задавая такие вопросы игроку, далее игрок не получает на них точного ответа. Как по мне, сам факт этих вопросов в игре это уже довольно смело. Мы легонько наплыли на бревно, а Артем подлетел так, будто мы на мину попали. Странно, что Федор говорит это в вопросительном ключе. Ведь ранее он сам говорил, что по этому туннелю рядом с креветками проплывала лодка с серьезными людьми. И как раз они раздраконили креветок. Какой глупый тир. В условиях постапокалипсиса использовать в качестве мишени не какие-то предметы, а живых и вполне съедобных крыс? Шерек аж в болоте перевернулся. Клише. В самый ответственный момент заклинил автомат. Артем не отозвался, потому что он умеет разговаривать, но во время геймплея все время молчит? Вы думаете это не такая уж большая проблема? Может давайте вспомним, что было на базе красных в вентиляции? Как мы поняли, Артем в курсе грядущего нападения на авампост в церкви, то есть где мы сейчас находимся. И почему-то не решает предупредить своих, чтобы те поставили дозорных. Хотя даже без этого предупреждения дозорные все равно должны быть. В итоге затупил Артем, затупили наши, и красные во главе с Лисницким смогли в легкую подобраться к церкви и устроить штурм. Клише, если героя чем-то придавило после взрыва, то героя никто не видит, его вообще никто не будет искать, а всех остальных благополучно грохнут. Следующий участок путешествия Артема проходит через катакомбы, которые ведут на Октябрьскую. И я не до конца понимаю, как красные прошли через катакомбы и к тому же с Анной на плечах. Если когда мы за Артема проходили те же самые катакомбы, на нас нападали десятки монстров и к тому же одна большая мама, которая является неким боссом. Это еще ладно, лично моя призирка касательно катакомб в целом. Вся игра Metro Last Light выдалась просто отличной, но часть с катакомбами получилась крайне скучной, неинтересной и затянутой. Помимо стелса в игре, именно данный уровень является ложкой дегтя в этой бочке меда, именуемой игрой. Чисто мое мнение. А что мешает надеть противогаз обратно? Что ж, а это любовная линия Анны и Артема. И если честно, это крайне натянутая любовная линия. Ну сами посудите, Артем видится с Анной всего три раза. Вначале на миссии с поиском маленького черного, потом в церкви до похищения Анны и на Октябрьской во время спасения. Все. И вдруг не пойми откуда появляется любовь до гроба, вследствие чего герои очень хорошо проводят время в палате. Это настолько ленивая любовная линия, что я даже вставать не буду. Барян, ори оттуда! Любовь! Любовь! Там мало кто бывал и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы, потому что оно может переломить судьбу. Ну хан, как всегда. Герои зашли в тупик и неподалеку находится река судьбы, которая волшебным образом направит нас на верный путь. Грех скорее не в самой реке, а в том, что конкретная мистика всегда, когда нужна, находится аккурат неподалеку. Смотри, это ты сам. Река немного ошибается. Артем в момент наведения ракет был совершенно в другой одежде. Да и лазерный указатель куда-то исчез. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Как мы сейчас поняли, маленький черный показал то самое воспоминание Артема. Показал, почему Артем может общаться с черными мутантами. И как мы знаем, в Метро 2033 Артем уничтожил всех тех мутантов. Потому что заблуждался. Потому что думал, что темные плохие. И главный вопрос. А почему Артем не помнил того самого рокового дня, когда он впервые встретился с черным и когда черный защитил Артема? Даже в заметке Артем пишет, что все вспомнил. По итогу выходит, что весь сюжет Метро 2033 строится на том, что Артем просто забыл самую важную встречу в своей жизни, без какой бы то ни было на то причины? Или как? Возраст в расчет брать не стоит, потому что Артему было лет 8-9, а событие значимое. Да и черные память ему вряд ли стирали, потому что это тогда полностью противоречит их действиям, их замыслу и их мотивации. В общем, у кого есть догадки, почему Артем тупо забыл настолько важную сюжетную инфу, пишите в комменты. Ну а я считаю, это просто большая сюжетная дыра. Непорядок, нет, непорядок. Это метромост станции Воробьевые горы. Но в игре этот мост почему-то находится в районе станции метро Кропоткинская. Артем сломал спину? Да не, вы чего, он в порядке. У Лесницкого на руках есть перчатки, но в отражении зеркала перчаток почему-то нет. Крайне забавная сцена. У нас есть выбор, оставить Лесницкого в живых или убить. Но мы находимся на поверхности, а Лесницкий без сознания и без противогаза. Так что оставляя его в живых, мы его как бы все равно убиваем. Он до сих пор не понял, что умер. Черный почему-то называет девочку он, а не она. А также в видении игрушки лежат точно так же, как и сейчас. Хотя произошла атомная война и прошло уже 20 лет. Какой-то странный этот эффект восстановления черного. Вообще-то Красная площадь находится на северо-востоке от полиса, а не на юге, как показано на карте. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! Товарищи бойцы! Относительно этого рейнджера, у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить огонь на поражение! Ну конечно, зачем моментально стрелять из засады, если можно поболтать перед атакой, дав главному герою занять укрытие? Что за этой дверью? Ты не слышишь? Это же одни из закрытых ворот Д6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Мои! Они там! Они спят! Значит берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. Вопрос. А почему Спарта до сих пор не знает об оставшихся в Д6 спящих черных? Как говорит нам Мельник, у него есть коды от всех дверей. И он обещает открыть эту дверь, где спят черные, если детеныш поможет нам на заседании. И я повторю вопрос. Почему Мельник не был в курсе того, что за этой дверью? Не был в курсе, что там спящие черные? Или он за целый год в бункере не проверил все двери? Я понимаю, если это двери, которые намертво заварены, как там говорил один из бойцов Спарты еще в самом начале. Но двери, которые открываются по простому кодовому замку, уже давным-давно должны быть полностью проверены. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из Д6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. Хан и Анна вообще-то тоже живые свидетели. Танк, чьи колеса отлетают от одного выстрела. Меня ведь ни одного это удивило. Как мы узнаем из заметки, в бункере Д6 нет никаких медикаментов, еды и так далее. О чем все говорили на протяжении всего сюжета. Просто Мельник, как здесь написано, не хотел говорить горькую правду. Он вскрывал все новые и новые комнаты, но находил лишь контейнеры с вирусами и бактериями. Но ранее ведь мы видели, что комната с темными мутантами не была открыта. А вначале нам говорили, что далеко не все комнаты еще открыты. Некоторые даже заварены. И как я считаю, это странно утверждать, что в бункере нет ничего, кроме вирусов. Нельзя делать вывод, ничего полностью не проверив. Глупо было со стороны красных наступать сначала пушечным мясом в виде слабобаронированных людей, а уже потом выпускать щитовиков, танки и джиггернаута с огнеметом. Это ведь слишком глупо. Красные бы гораздо легче расправились с орденом, если бы сначала выпустили щитовиков и сразу же за ними обычных бойцов. Так неинтересно. В Ласт Лайте, как и в Метро 2033 присутствуют две концовки. И у меня вопрос к плохой концовке. У Артема и Анны, как мы знаем, уже было, так сказать, совместное времяпрепровождение. И в плохой концовке, где погибает Артем, через время нам показывают, что у Анны от него сын. Если же мы закончим на хорошую концовку, которая является каноничной, тогда почему в Экзодусе у Артема нет сына? Конечно, это скорее косяк именно Экзодуса, ну да ладно, и до него еще доберусь. Что, кстати, является поводом подписаться. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Касательно хорошей концовки. Во-первых, она пробирает до муражек. А саундтрек просто великолепный. Но одно мне не укладывается в голове. Почему все-таки черные ушли? Их замысел был в том, что они хотели помочь людям восстановить утерянный мир. А чтобы общаться с людьми, им нужен был Артем. После спасения Спарты темными, отношение к мутантам точно должно было поменяться и в лучшую сторону. Да и Артем теперь знает их суть. Сейчас как раз таки стоит остаться и начать восстановление мира. Когда черные мутанты и люди теперь союзники. Но нет, черные все равно уходят. Это очень тонкий вопрос, и я за него грех вешать не буду. Наверное, черные решили, что люди еще не готовы. Быть может и не готовы, но, как я считаю, с обновленными отношениями попытаться все-таки стоило. Жаль, у этих необычных персонажей в продолжении, в Метро Исход, будет практически нулевая и незаметная роль.